Сейчас я расскажу о стойках Первая стойка Хэйсокудачи Пятки и носки ног плотно прижаты друг к другу Следующая стойка Муцубедачи Пятки остаются прижатыми Носки разводятся внаружу под углом в 45 градусов Хэйкодачи Ступни ног расположены параллельно Расстояние от мизинца в ног, ширина плеч Далее Фудоудачи Относительно предыдущей стойки носки несколько разведены Далее Учихачидачи Относительно стойки Хэйкодачи развести пятки в стороны Оба колена немного свести в внутрь Теперь Сокухачидачи Относительно предыдущей стойки теперь разводятся носки Расстояние между пятками несколько шире плеч Далее Шикодачи Колени широко разведены в стороны Носки тоже широко разведены Ноги расставлены широко И ступни находятся примерно на двойной ширине плеч Центр тяжести находится довольно низко Далее Кибодачи Сведите носки вовнутрь Ноги расставлены примерно на две ширины плеч От Шикодачи эта стойка отличается направлением носков и сведением коленей Следите за тем, чтобы центр тяжести был опущен Далее Центр тяжести Далее Центр тяжести 70% веса приходится на впереди стоящую ногу 30% на стоящую сзади Пальцы впереди стоящей ноги направлены прямо вперед Носок ноги стоящей сзади развернут наружу Под углом около 45 градусов Следите за тем, чтобы подошва этой ноги плотно прилегала к полу Следующая стойка Тей Кокут Сдачи Носок сзади стоящей ноги развернут под 90 градусов наружу 70% веса тела переносится на эту ногу 30% на впереди стоящую Кокут Сдачи Возвращаем носок опорной ноги под 45 градусов Колени и бедра поджаты и защищают паховую область Носок выставленный вперед ноги направлен прямо вперед Пятка приподнята Расстояние между ногами 2,5 сутни Некваси Дачи 90% веса переносится на опорную ногу Пятка спереди стоящей ноги оторвана от пола так, чтобы можно было быстро нанести удар на голову Следующая стойка Эноди Дачи В этой стойке колено сзади стоящей ноги согнуто, пятка поднята Стойка позволяет использовать скорость вращения бедер и очень эффективно при атаках В этой стойке сзади стоящая нога подтянута и центр тяжести находится несколько выше Эта стойка очень часто используется в свободном спарринге Далее В этой стойке расстояние между ногами по длине на одну ступню меньше, чем в стойке Дзен Ку Цу Дачи Центр тяжести находится немного выше В такой позиции легко передвигаться, поэтому ее часто используют в свободном спарринге Следующая стойка Какая Си Дачи В этой стойке нога заведена сзади за опорную Следите, чтобы колени не расходились, сведите их Стойка часто применяется для бросков при сближении с противником Далее Рюн Эн Дачи По сравнению со стойкой Какая Си Дачи, колено заведено дальше назад И центр тяжести еще больше опущен Она используется при тесном контакте с последующим применением Ура Вадзе Следующая стойка Цу Ру Аси Дачи Колено высоко поднято Эта стойка позволяет наносить удары ногами как вперед, так и в сторону Следите за тем, чтобы колени были сведены и защищали паховую область Есть вариант Цу Ру Аси Дачи, где область паха открыта Но старайтесь применять именно эту стойку Вернитесь в исходное положение Далее стойка Сан Чин Дачи Выставьте одну ногу вперед Сведите носки вовнутрь Это одна из самых старых стойк в карате И она очень подходит для закалки Руки стоят в положении, называемом Сан Чин Но Камая Выполняя Ката Сан Чин в этой стойке Вы сможете хорошо укрепить не только внутренние органы Но и создать, так сказать, тело настоящего каратека Сделайте шаг вперед Это стойка Му Ру Аси Дачи Стойка, где одна нога выдвинута на длину ступни Из стойки Хэ Ко Дачи и будет Му Ру Аси Дачи Это стойка уже, чем Хан Зэн Ку Цу Дачи Поэтому очень подходит для проведения приемов в ближнем бою Уравадзе часто естественным образом проводится из этой стойки В следующем параграфе я продолжу объяснение